А за несколько часов до этого глава государства принял участие в проекте российских орнитологов, спасающих редкий вид журавлей. Владимир Путин, предварительно переодевшись, как это делают ученые, вместе с птицами поднялся в небо на дельтоплане с мотором. Репортаж Сергея Гапонова. Именно этих птиц, величественных стерхов, воспел в своем знаменитом стихотворении журавли Расул Гамзатов. Птенцы пока не сбросили рыжеватые оперения, но скоро станут белыми. Белые журавли западно-сибирской популяции еще несколько лет назад могли исчезнуть из природы совсем. Сегодня эта угроза миновала, сказали Владимиру Путину ученые-орнитологи, участники проекта «Полет надежды». Президент посетил лагерь экспедиции на одном из притоков Аби по пути на саммит АТЭС. По словам орнитологов, стерхи оказались на грани исчезновения из-за того, что их миграционные пути лежали через Афганистан, где птиц отстреливали. Вот представьте, летит стая из сотни серых журавлей в Афганистане, да, и среди них там два-три стерха или один. Кого они стрелять будут? Ну понятно, это привлекает внимание. Ну да, и размер, и размер, и цвет, да. Дошло все дело до того, что вот здесь у нас оказалось только живых около 20 особей стерхов. Без запросов. И так же, как с леопардами. Ну да. 40-45 штук осталось, ну это просто почти ничего. Ну в том и дело. Сейчас, благодаря усилиям ученых, стерхи появляются на свет в Окском государственном заповеднике. Там учатся делать первые шаги. Из-под Рязани их перевозят на историческую родину в окрестности Салихарда, где они и становятся полноправными участниками проекта «Полет надежды». Его цель – приучить журавлей летать на зимовку, минуя опасные маршруты. Вот отсюда, с берега реки Куноват, сегодня «Младые стерхи» отправятся к месту первой своей зимовки. Сначала более 1800 километров они будут следовать за дельталетом, а потом на границе Тюменской области и Казахстана присоединятся к серым журавлям, с которыми полетят в узбекский город Термес, а возможно еще дальше – в Индию. Поднять в небо белых журавлей с помощью дельталета не так просто. С самого рождения стерхи из Окского заповедника приучены к звуку летательного аппарата и к людям в белых одеждах и воспринимают их как родителей. Но для нормального полета нужна безветренная погода. И с погодой повезло. Президент, который уже не первый раз управляет дельталетом, уверенно поднял аппарат в воздух. Стерхи ждали большую птицу с мотором у кромки воды и через несколько мгновений присоединились к вожаку. В какие-то моменты полета стерхи даже опережали лидера, как будто призывая его посоревноваться в скорости. Обгоняют удивительно просто. Привыкли, не боятся. Дельтапланы обгоняют. Обгоняют, пристраиваются к крылу слева, справа, сверху. Молодцы. Красивые ребята, симпатичные. А что вы почистили, когда они за вами пристроили? Трудно передать, трудно слова подобрать, но приятные чувства. Хорошие чувства, да? Приятные, хорошие, добрые чувства. Первые выпуски были начаты в 1994 году. Буквально на уровне двух птиц мы отрабатывали методики. Пробили разные варианты. Подкладывали рунезда к серым журавлям. Пробили при помощи костюмов. Но оказалось, что вот этот метод самый эффективный. По выходу птенцов, именно который в природе потом остается. По словам президента, государство и впредь будет поддерживать проекты, связанные с сохранением редких видов животных на территории России. Денег всегда мало. Но если специалисты говорят, что программа двинулась, идет, и они довольны результатом, это самая главная оценка. Подумаем, как сделать так, чтобы она не заглохла, а дальше развелась. Так как у нас развиваются другие программы по тигру, по леопарду. Эти программы принимают международный характер. У нас по снежному барсу программа идет неплохо. Популяция увеличивается, численность увеличивается. По всем этим направлениям будем двигаться дальше. С вашей помощью и поддержкой. Потому что без добросовестного освещения через средства массовой информации нам тоже не решить эту задачу эффективно. Сегодня на юг впервые в своей пока еще короткой жизни полетят несколько журавлей. И этот полет должен действительно стать полетом надежды. Надежды на то, что белые журавли останутся не только в стихах Расула Гамзатова. Сергей Гапонов, Дмитрий Волков, Первый канал, Салихард.